Величественный храм Дмитрия Солунского в базарном Сызгане не только один из самых старых в окрестностях, он был построен в 1875 году, но и на протяжении уже полутора веков держит пальму первенства по красоте. А еще это самое величественное строение на сотни километров вокруг. Венчающий его крест располагается на высоте 40 метров. Для сравнения это высота 13-этажного дома. Но при всей своей величественности храм Дмитрия Солунского весьма тихий для своих габаритов. Когда его восстанавливали после закрытия, то средств хватило только на маленькие колокола. И вот в прошлом году нашелся меценат, бизнесмен из Москвы, уроженец базарного Сызгана, который не поскупился на 9 колоколов. Самый большой из них весит 500 килограммов. В декабре их привезли в базарный Сызган. Поднять решили весной. И вот на благовещение к батюшке подошел прихожанин и сообщил благую весть, что нашелся еще один меценат, на этот раз из Пензенской области, который готов помочь с поднятием колоколов. За день до поднятия колокола осветили. Это сделали заранее, чтобы не задерживать ни рабочих, ни технику. На освещении присутствовали только работники и клирики храма Дмитрия Солунского. Небесным, святым Твоим благословением и благодатью, благодатью всеосвящающим Твоего Духа благослови и освятий. А вот посмотреть и даже принять участие в таком историческом для поселка событии, как поднятие колоколов, пришло множество базарных Сызганцев. Кран, способный доставить многокилограммовый груз на высоту десяти этажей, примерно там находится колокольня, приехал вовремя. Маленькие колокола еще накануне сотрудники храма и прихожане подняли вручную. Когда же первые многовесы начали взмывать в воздух, то восторгу не было предела. А батюшка Александр впервые опробовала колокола еще на земле. Все, поехал, 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 красавец. По качеству звучания уже на земле предположили, что теперь в хорошую погоду колокольню величественного храма Дмитрия Солунского можно будет услышать не только в соседних городах Барыша и Инза. Перезвон дойдет даже до Мордовии. Старым же колоколам тоже нашли применение. Они будут установлены на строящейся церкви Владимирской иконы Божьей Матери в селе Русская Хомутерь. Дмитрий Гурин, видеостудия Барышской епархии, специально для Улправда ТВ.